Сегодня на центральном кладбище оживлённо сотни тагильчан пришли в Радоницу навестить могилы своих родных и близких. Ходим, поминаем, но если не успели до этого прибраться, прибираем. Поминаем нашего дедушку, нашего бабушку, вот это родственников, тут тоже наши башкировые родственники. У нас очень знаменитый дедушка. Да, очень много у нас, могил 20, наверное, на Рогожино. Также на голый камень ходили. К мужу приходила, ему сегодня два месяца будет, как умер. Вот пришла на Радоницу первый раз, к деду с бабушкой, тётке своей. Вот и хожу, ещё соседку ищу, не могу найти. Здесь у меня бабушка, дедушка и папа. Втроём. Приходите, что делаете? Там убираетесь? Конечно, я тут прибрался, вон всё, посмотрите. Вымыл памятник, всё. Скорбные, вспоминаем. Светлая память, говорим, те, кто ушёл, те, кто не с нами. Но в душе они всегда с нами живут. В Радоницу верующие обычно прибирают могилы, молятся за усопших, а также несут на кладбище цветы и свечи, а из еды куличи и крашеные яйца. Радоницу лучше всего начать в храме, говорят священники. Помолиться за умерших, родных и близких людей, а также поставить за них свечки. Необходимо сегодня вспомнить всех наших усопших от века, потому что у Бога нет мёртвых, все живые. Поэтому быть в храме, подать записочки, чтобы эти записочки помянулись на литургии, омылись кровью Христовой. А потом, если есть свободное время, посетить могилу, то священное место, окропить святой водой, если нет возможности священнику там побывать, и на трапезе, не на кладбище, помянуть и радоваться. Это пасхально вместе с нашими усопшими. Традиционно у центральных ворот шла торговля искусственными цветами. Раскладывать свой товар предприниматели начали под утро. Цены на продукцию не кусаются, говорят продавцы. Первые покупатели появились часов в шесть. Одиночные цветы от пяти рублей и выше до ста рублей, одиночные цветы. Букетики от пятидесяти рублей до шестисот рублей. То есть разное. Корзиночки, самые маленькие корзиночки, сто пятьдесят рублей стоят, и выше до тысячу двести. Вот пока здесь нарабожено. Покупают корзиночки все, по разной цене, в зависимости от кошелька. Перед Великим православным праздником на территории проведена противоклещевая корицидная обработка. Единственный минус, который, говорят тагильчане, омрачил праздник Радоницы – это множество свалок вдоль дорожек. Обычно мусорка, есть мусорка. А здесь, прямо на мою эту, все высыпали. Я пришел сегодня, оттуда мусор сюда выкинул, обратно. Все сыпется и сыпется. Как такое можно сюда поставить? Родительский день, такой день, что столько народу, безобразие, нигде не пройти, одни кучи мусора, грязь везде. Ну сколько можно так? Вон там у нас тоже забор упал, не могут убрать этот забор. Там камни валяются, ни пройти, ни проехать. Вон там вот подходим даже. Так что очень плохо работают. На всех кладбищах Нижнего Тагила, Центральном, Весимском, Пихтовые горы, Северном, начиная с 8 часов утра, дежурили порядка сотни полицейских. Безопасность дорожного движения обеспечивали сотрудники госавтоинспекции.